Здравствуйте, товарищи Роболова! Хочу представить вашему вниманию небольшой видеообзор на приманку от фирмы Мегабас. Как многим известно, фирма Мегабас выпускает отличные приманки, очень уловистые, очень детализированно проработанные и очень грамотно подходят к разработке качества своих приманок. И вот в моей коллекции имеется такой вот воблер, называется он Ито Шайнер, разработан инженером Мегабас Йоки Ито. Данный воблер представляет из себя такой вот воблер класса Мину, с таким небольшим горбатым тельцем, такая вот лопаточка, на которой имеется такая выемка. Оснащён двумя фирменными, точнее, тремя фирменными тройниками с внешней бороздкой, то есть с таким усиком. Крючки очень острые, качественные. Ничего самого хорошего, они легко извлекаются из тела. Был у меня опыт, как раз поймал себя в одном из воблеров, так сказать, мегабас. Но это, так сказать, история сейчас на другом. Данный воблер имеет длину 115 мм, весит он 14 грамм, заглубляется от полуметра до метра двадцати. Версия в нейтральной плавучести, то есть идеальный суспендер, даже с поводком, струнный номер два, длиной в 20-21 см. Выбрался в таком вот интересном цвете. Вот, тем, что мне нравится в облерах мегабас, то, что у них раскраска, так сказать, в сухом виде смотрится вроде бы как невзрачно, но в водной среде и при переломлении солнечного света играет абсолютно другими красками. Намного привлекательней. У данного воблера имеется такая вот, так сказать, фактура с нанесением на таких насечек, имитирующих чешую воблера. Довольно-таки очень детализировано это всё выполнено. Также имеется боковая линия. Ну, я, конечно, сомневаюсь, что рыбы это, так сказать, заценят и рассмотрят, но, тем не менее, это придаёт приманке не некий такой шарм и дополнительную привлекательность в воде, поскольку солнечные лучи, они как раз-таки очень хорошо рассеиваются, получается имитация, как у реально нового живца. Очень детализировано проработаны головачи приманки, ярко выраженные жаберные крышки, фирменные трёхмерные глаза фирмы Megabass, брюшком такого интересного оттенка. По-моему, оно должно светиться в ультрафиолете. Но, к сожалению, ультрафиолетового фонарика у меня нет. Ну, по-моему, должно. Данная приманка оснащена системой дальнего заброса посредством перемещения хвостовой части шарика металлического. Тем самым смещается с центра тяжести хвостовой части, и воблер очень хорошо и далеко летит строго хвостом вперёд, с минимальным, так сказать, сопротивлением с воздухом. Воблер действительно довольно-таки дальнобойный, летит далеко точно, так что забросить его не составит большого труда. Проводка, которую можно применять к этому воблеру, довольно-таки очень обширна. Применимы разные, разнообразные варианты, такие как равномерное, так сказать, стоп-эн-гу, и, соответственно, классический твичинг с паузами. То есть, нам в лопатке, как я уже говорил ранее, имеется такое углубление, что, собственно говоря, такие углубления на лопатках дают, так сказать, дополнительную игру при равномерной проводке. Так что воблер очень, так сказать, хорошо играет на равномерке. То есть, своя игра у него просто отличная. Также можно проводить его небольшими потяжками с паузами. Но лучше себя он все-таки раскрывает на твичинге, причем на очень активном, с минимальными паузами. Воблер, так сказать, хаотично носит все стороны в сторону. Довольно-таки часто разворачивается, разворачивается чуть ли не на 180 градусов и покачивает боками. В принципе, я его применяю в основном как разведчика по активной щуке. Если активная щука в акватории ловли имеется, то она, так сказать, данную приманку просто так не упустит. Воблер действительно очень качественно выполнен. Хотя стоит довольно-таки немаленьких денег, но, на мой взгляд, каждый уважающий себя спиннингист должен иметь у себя его в арсенале. О нем уже немало рассказано, немало снято видеороликов, в которых очень хорошо и подробно рассказывают, как на него ловить. Так что воблер очень уловистый. На него удавалось, так сказать, почти что в полной бесклюве. Когда не работали другие приманки, он меня иногда выручает. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazin.